Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. За заслуги в воспитании детей в преддверии Дня семьи, любви и верности глава Самары Елена Лапушкина наградила почетными знаками многодетные семьи. С теплом и заботой о жителях города Самару продолжают готовить к предстоящему отопительному сезону. Ремонт детской площадки, пешеходных дорожек и уличного освещения в Самаре продолжают благоустраивать общественные пространства в рамках программы о формировании комфортной городской среды. Обновление ждет территорию по улице Ташкентской. Они всегда на связи и могут решить множество проблем. В преддверии столетнего юбилея профессии рассказываем об особенностях работы уполномоченного участкового. Подготовка к новому сезону продолжается. Крылья Советов дважды обыграли Ахмат на контрольных матчах. В Самаре пять многодетных семей получили почетный знак за заслуги в воспитании детей. Награды вручили глава Самары Елена Лапушкина и заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов. В теплой дружеской атмосфере родители рассказали, на чем держится их семейное счастье. Рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. А дети поделились планами на будущее, кем хотят стать и куда пойдут учиться. Подробности встречи в нашем сюжете. Любовь, поддержка и укрепление традиций. Почетный знак за заслуги в воспитании детей получили пять самарских семей. Награды вручили глава города Елена Лапушкина и заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов. Почетный знак вручают родителям, дети которых имеют достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Создание и сохранение таких больших семей это, конечно, большой труд. Но вы не просто сохраняете семью, вы воспитываете замечательных детей, которые пойдут по вашим стопам. И самое главное, что вы действительно в своем примере воспитываете не только своих детей, вы воспитываете очень многих. Очень хочется, чтобы ваш ежедневный, каждоминутный, каждосекундный труд был оценен, чтобы вас действительно знали люди и брали с вас пример. Почетные знаки и денежные вознаграждения в канун Дня семьи, любви и верности получили Ольга и Владимир Кузьмины, которые воспитывают трех дочерей. Вера и Денис Забановы, у которых двое сыновей и дочь. Дарья и Алексей Бойцовы, родители двух сыновей и двух дочек. Мария Серкова и Игорь Головлев, у которых пятеро детей, четыре дочери и сын. А также Алина и Дмитрий Куклины. У них семеро детей, четыре сына и три дочери. Мы хотим поблагодарить вас, Елена Владимировна, вас, Сергей Владимирович, и всех, кто принимал решение о награждении наших семей, поблагодарить именно за то, что вы присвоили такую награду нашим семьям. Это большая ответственность, безусловно. И это еще один шаг. И мы будем и дальше стараться воспитывать своих детей и стараться уже, наверное, чтобы наши дети, потом своих детей, наших внуков и правнуков воспитывали также и делали полезные, хорошие, добрые дела, по крайней мере, для нашей самарской земли. За общим столом многодетные отцы рассуждали, насколько сегодня важно правильно воспитывать молодое поколение, прививать детям семейные ценности, помогать добиваться успехов. А многодетные мамы рассказывали о тех чувствах и эмоциях, которые может подарить материнство. Это удивительно прекрасное чувство, когда через женщину приходит в мир новая жизнь. И это, с одной стороны, огромная ответственность, а с другой стороны, удивительное счастье встретить с любящим сердцем душу другого человека. И осознавая, что мы вкладываем в это сердце, и оно понесет дальше по этой земле. Все прекрасное. Это очень вдохновляет. Решение награждать семьи почетным знаком за заслуги в воспитании детей в Самаре приняли в 2014 году. С тех пор награду получили более 30 семей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В преддверии дня семьи любви и верности в торжественном зале Дворца бракосочетания городского округа Самары наградили супружеские пары. Им вручили медали за любовь и верность. Эту награду получают семьи-юбиляры, которые в браке не менее 25 лет и воспитали достойных детей. Поздравила супружеские пары глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в сюжете. 65 лет семейной жизни пролетели, как один день, признаются супруги Ковшовы. В этом году отмечают железную свадьбу в окружении двоих детей, троих внуков и восьми правнуков. Поэтому в своем рецепте семейного счастья супруги Ковшовы уверены, как никогда. Это и просто, и сложно в том числе. Ну, во-первых, надо иметь хорошие семейные традиции. А я скажу, что любить и уважать друг друга мало. Мало того, надо понимать, в доме мужчина хозяин. Хозяйка – это я, он глава семьи. Детей надо воспитывать, образование им дать, поставить нам на ноги, чтобы они сами могли работать, выучить их. Таких образцовых семей Самарской области много. Сегодня их чествовали в торжественном зале Дворца бракосочетания городского округа Самара. В преддверии Дня семьи им вручили медали «За любовь и верность». Эту награду получают семьи, прожившие в браке более 25 лет и воспитавшие достойных детей. 27 лет. В инициативе больше детей было, жены больше, я как-то этот, но я сейчас жалею, что этот, надо было 7-8 лет. Спасибо властям, что обращают на нас внимание, работают с магазинными семьями. Спасибо президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, потому что законы такие принимают. Супружеские пары поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Для каждого человека в мире самым главным, самым приятным местом является домашний очаг. Где его ждут, где его поймут, где его поддержат. Семья для нас это остров уюта и покоя. Но еще крепкие, благополучные семьи – это основа государства. И я хочу рассказать слова благодарности за то, что вы много-много лет несете в себе это чувство взаимного уважения, любви и преданности. День семьи, любви и верности – это праздник не только для юбиляров семейной жизни. 8 июля в Самаре запланировано много праздничных мероприятий для жителей и гостей города. Ольга Волкова, Константин Головин. События. Подготовка Самары к предстоящему отопительному сезону под тщательным контролем администрации. В департаменте городского хозяйства и экологии состоялось заседание штаба под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. В этом году запланировано провести работы на 20 объектах. В числе самых крупных – перевооружение теплотрассы на улице Ташкентской, на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Старозагора. Активно ведут работы в центре города. Теплотрасса на участке улицы Рабочей от Галактионовской до Самарской уже перевооружена. Подрядная организация в ближайшее время планирует провести здесь восстановление благоустройства. На этапе обновления участок по Молодогвардейской от улицы Ульяновской в сторону Ярмарочной. Особое внимание уделили перевооружаемым теплотрассам, расположенным вблизи социальных учреждений. Владимир Василенко поручил завершить весь комплекс работ, в том числе восстановление благоустройства на объектах, расположенных вблизи учебных заведений, до 25 августа. В Самаре продолжается летняя ремонтная кампания. В этом году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют привести в порядок свыше 35 участков улично-дорожной сети. Один из объектов – улица Физкультурная. Тему продолжат наши корреспонденты. В безопасности своих учеников руководство и педагоги одной из самарских гимназий, что на улице Физкультурной, уверены, в этом сезоне вблизи учебного заведения обновили дорожное покрытие. Скоро нанесут и разметку. У нас гимназия, мы городские, у нас к нам приезжает много машин, детей высаживают, когда хорошая дорога, значит безопасность, значит они спокойно подъехали, высадили дитя и дальше поехали. То есть дорога нам, конечно, и инфраструктура очень важна, нужна. Напомним, к ремонту участка от проспекта Кирова до первого безымянного переулка подрядная организация приступила еще в июне. В настоящий момент уложено уже порядка 22,5 тысяч квадратных метров асфальто-бетонного покрытия. На остальном участке, который примерно также порядка более 20 тысяч квадратных метров, ведется подготовительная работа под устройство асфальто-бетонного покрытия. Это непосредственно установка люков, смотровых дождеприемных колодцев в высотную отметку, очистка основания под следующую укладку. Стоит отметить, что поднятие колодцев – один из немаловажных аспектов подготовки проезжей части к дальнейшему ремонту. Инженерные системы подводятся под высотные отметки для того, чтобы обеспечить сток дождевой воды. По словам представителей курирующего ведомства, на участке от проспекта Кирова до первого безымянного переулка предусмотрена замена 100 люков. Это 70 смотровых колодцев и 30 дождеприемных решеток. Соответственно, в данные работы, в подъем инженерной коммуникации входят такие работы, как демонтаж старого люка. Потом, если это надо, то устанавливается специальное опорное кольцо бетонное. Это называется КО-6 или КО-1. И потом уже непосредственно сам новый люк дождеприемного или смотрового колодца. Контроль за качеством ремонта дорог ведется на всех возможных этапах. После укладки асфальта образцы нового покрытия испытываются в лаборатории. В случае несоответствия с заявленным требованием, подрядчик должен будет устранить все недостатки за свой счет. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. Далее, коротко о других событиях этого дня. Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз из России более 9 тонн сахара. Об этом сообщили в прислужбе Самарского таможенного управления. В отношении водителей по всем шести случаям возбудили дела об административных правонарушениях. Назначены штрафы. Ежедневно на границе мобильными группами Самарской таможни выявляются запрещенные к экспорту товары. Благодаря организованному взаимодействию таможенной и пограничной службы все попытки незаконного вывоза продукции пресекаются. Жителям региона и города напоминают, с 15 марта, согласно постановлению правительства, вывоз сахара из России запрещен. В центре Самары водитель сбил пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. ДТП произошло в Ленинском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22-летний водитель, управляя автомобилем «Датсон-Ондо», двигался по улице Ульяновской. При повороте направо он наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Рассказали в ведомстве. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Администрация Самары напомнила жителям города о необходимости соблюдения правил поведения на воде. Купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо соблюдать правила безопасности, не допускать переохлаждения и перегрева тела. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных для этого местах. Отдыхающим на воде запрещается прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема, заплывать за бойки, распивать спиртное, бросать в воду банки, стекло и другие опасные предметы. А также подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Кроме того, в местах массового купания людей запрещено использовать рыболовные снасти. Осел Заяц из Самарского зоопарка принял участие в балете «Дон Кихот Ламанческий». Примерный показ обновленной постановки состоялся 1-3 июля в Театре оперы и балета. Перед тем, как принять участие в классическом балете, Заяц несколько раз побывал на репетиции в театре. Привыкал к сцене, музыке и артистам. Надо отметить, что это его первая роль на большой сцене, и справился он с ней блестяще. После Ксан Чепанца был спокоен, послушен и артистичен. Зрители оценили режиссерскую задумку и приняли нового артиста аплодисментами. Почти 11 тысяч участников пробегут гонку героев в Самаре. Она пройдет 9 июля на полигоне Рощинский. Участников ждут около 10 километров динамичной трассы и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. Организаторы предлагают несколько форматов участия. Командный старт, индивидуальный, чемпионаты ПРО и Эйдж. Спортсменов ожидают фирменные препятствия трассы полигона Рощинский, вертикальные заборы с канатами, несколько видов рукоходов, прыжки в воду с 4 и более метров, препятствия скейт и коромысла и, конечно, финальная 7-метровая горка с канатами Эверест. В Самаре продолжают благоустраивать общественные пространства в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время обновляют сквер по улице Ташкентской. Ранее на этой территории располагались гаражи, но совсем скоро локация станет уютным местом для отдыха. Тему продолжит Светлана Тимофеева. У дома номер 170 по улице Ташкентской работает строительная техника. Совсем скоро самарцы смогут с комфортом проводить время в обновленном сквере. Раньше отдыхать здесь не представлялось возможным. Раньше здесь был пустырь, здесь были заросли, были несанкционированные гаражи, целый массив порядка 20 штук. Вот они на сегодняшний день уже все убраны. Были, в это сложно поверить, но даже огороды, заброшенные огороды с 70-80-х годов, которые не использовались уже длительное время, но заборы, какие-то островы от теплиц. То, что территория нуждается в обновлении, стало понятно после реконструкции улиц Ташкентской к чемпионату мира. Жители решили принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовали за обновление сквера и победили. Свои голоса за преображение городской локации отдали 24 тысячи человек. В рамках муниципального контракта у нас предусмотрено полностью устройство новых пешеходных дорожек, устройство полностью газонов, это с выборкой грунта завоза нового чернозема, устройство газона, устройство полностью освещения, устройство малых архитектурных форм, это лавочки, урны, более 100 штук у нас здесь будет установлено, также устройство детской и спортивной зоны. Сейчас на территории площадью 10 тысяч квадратных метров полным ходом идут работы. Подрядчик проводит подземные коммуникации под освещение и автоматический полив. По плану сквер на улице Ташкентской должен полностью преобразиться к первому сентября этого года. В свою очередь местным жителям предстоит придумать название для обновленной территории. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов, События. Они всегда на связи и помогут решить проблемы. Традиционно несколько раз в году представители общественности инспектируют отделения силовых ведомств. В этот раз члены общественного совета при главном управлении Министерства внутренних дел России по Самарской области проверили, как организована работа участковых в советском районе Самары. Пообщались с сотрудниками участка и увидели, в каких условиях они работают. Продолжит тему Михаил Ермоленко. Светлана Сальникова в профессии участкового уже более 30 лет. Рассказывает, за такое продолжительное время каких только ситуаций на службе не случалось. И семейные ссоры, и драки. Но всегда с людьми удавалось найти общий язык. Отмечает, что все благодаря ее принципам. Не оставаться безучастным, понимать и сопереживать. Эти убеждения, уверена Светлана, залог успешной работы. Однако порой бывают ситуации, когда сострадание нужно проявить не только к людям. Как-то пошла на административный участок, ну по обращению граждан. Там сидел маленький котенок, такой беззащитный. Ну я заявление приняла с гражданами. Пошла, он сидит, думаю, надо взять его. Взяла к себе, отнесла домой, приютила. Он стал уже большим матерым котом. Назвали Тимкой его. Живет ребенок рад, и мне хорошо. Прихожу, и живая душа рядом. Важная часть работы участкового – разрешение конфликтов. Одна из таких ситуаций произошла накануне Нового года с жительницей советского района Арминеса Акян. Женщина рассказывает, произошла ссора с соседом по лестничной клетке. Заступился сын. Сосед не стал выяснять отношения и позвонил в дежурную часть. И как раз на вызов приехал участковый Светлана. Для нее такие случаи не единичны. И благодаря огромному опыту работы конфликт удалось урегулировать без последствий. Я все объяснила. Она решила мою проблему. Она очень быстро успокоила его, что вот нельзя вот так неадекватно себя вести. Сейчас он себя ведет тихо, нормально. Слава Богу. Светлана Николаевна подошла, пришла ко мне. Я все объяснила. Мы друг друга, конечно, поняли. Она меня очень хорошо поняла. И решила эту проблему. Не зря отмечают, что участковые наиболее близки к людям и их проблемам. Поэтому, чтобы успешно наладить контакты с жителями, одних качеств самого сотрудника в наше время недостаточно. Важно, в каких условиях работают люди этой профессии. Для этого несколько раз в год члены Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области приезжают в участки разных силовых ведомств с инспекцией. Во время таких встреч общественники выясняют, какие принципы и правила участковые используют во взаимодействии с гражданами, узнают, экипированы ли сотрудники всем необходимым для службы, и главное, в каких условиях они работают. Тут важна как обстановка, так и состояние участков. После этого члены совета по необходимости могут выписать рекомендации. Но реализация этого опыта зависит от финансирования, поэтому мы рекомендуем рассматривать прибюджетирование деятельности полиции в целом. И очень важный аспект – это ремонты и создание условий для работы участковых уполномоченных. Но не только благоприятные условия труда влияют на успех в выполнении ежедневных задач участковых уполномоченных. Одно из направлений работы общественного совета – психологическая подготовка сотрудников внутренних ведомств. А так как участковые ближе всех к людям, подготовка нужна особенная. Для этого специалисты даже проводят исследования на стыке психологии и социологии. Сегодня граждане очень разные, своеобразные. И ситуация-то тоже вокруг нас очень изменчивая. И в этом смысле как раз участковому тоже, по крайней мере, они так утверждают и говорят, необходима такая тоже психологическая подготовка. В ноябре 23-го года профессия участкового уполномоченного отмечает свой 100-летний юбилей. И хотя за это время многое в этой сфере поменялось, одно остается неизменным – помощь людям, ежедневное решение бытовых и многих других проблем. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Самарскую студентку обманули на 35 тысяч рублей при покупке суриката через интернет. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. 19-летняя студентка увидела на одной известной интернет-площадке бесплатных объявлений публикацию о продаже суриката. Связавшись с продавцом и договорившись о цене, девушка перевела на указанные собеседником реквизиты денежные средства. После чего продавец перестал выходить на связь. Животные и деньги студентка также не получила, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по факту о мошенничестве. Футболисты «Крыльев Советов» в рамках подготовки к новому сезону провели две контрольные встречи против другого участника российской премьер-лиги Ахмата из Грозного. В обоих матчах самарцы оказались сильнее. Об этом и о других спортивных новостях в нашей рубрике. «Крыльев Советов» продолжают подготовку к новому сезону. Накануне в Химках самарцы провели две контрольные встречи против грозненского Ахмата. В первом матче «Крылья» одержали минимальную победу. Автором единственного гола стал Максим Глушенков на 50-й минуте. Во второй встрече команды вновь не смогли забить в первом тайме. А вот во втором самарцы дважды огорчили соперника. Сначала отличился Хлусов, затем Арустамян. На это грозненцы ответили голом Ильина. 2-1 победа «Крыльев». Подготовку к новому сезону, который станет юбилейным, 25-м в истории клуба, ведет и гандбольная Тольяттинская «Лада». Основная команда проведет сбор в Адлере, затем примет участие на Всероссийской спартакиаде. Состав клуба покинули Любовь Аришина и Анастасия Новоселова, а пополнили Виктория Кипень, вернувшаяся из ЦСКА-2, Юлия Кунцевич из Гомеля, Ирина Мокот из БНТУ БелАЗ и Карина Сесенова из Астраханочки. В Бишкеке, столице Киргизии, прошло первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту. Соревнования прошли во Дворце спорта имени Каба Уулу Кожомкула. В них приняли участие 220 спортсменов из 8 стран. Победители и призеры определялись в дисциплинах – толчок гирь, рывок гирь, толчок гирь по длинному циклу и в командной эстафете. По итогу турнира представители Самарской области завоевали три медали. Дмитрий Никитин стал двукратным чемпионом в весовой категории до 78 килограммов и в командной эстафете. Еще одну серебро завоевал Олег Левецов в категории до 63 килограммов. В Равенском прошел финал 11-й летней спартакиады учащихся России по боксу. В соревнованиях приняли участие 118 юниоров и 76 юниорок, среди которых были разыграны 25 комплектов медалей. Представитель Самарской области Алакпер Гизалов завоевал серебряную медаль весовой категории до 80 килограммов и выполнил норматив для присвоения звания «Мастер спорта России по боксу». Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Кировского района Самары рассказывают, как уберечь свой организм от перегрева в период наступившей жары. Знойная погода таит в себе скрытые опасности. В то время как уменьшается работоспособность, обезвоживание организма увеличивается почти вдвое. Многие спасаются от жары на водоемах. Как нужно одеваться, питаться и отдыхать на берегу реки в период жары рассказывается в опубликованных памятках. В Самарской публичной библиотеке прошла торжественная церемония чествования выпускников-медалистов общеобразовательных учреждений, информирует в своем телеграм-канале администрация Самарского района. Обладателями медали за особые успехи в учении в этом году стали 23 выпускника учреждений среднего и среднеспециального образования района. Памятки о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с учетом проведенной индексации с 1 июня 2022 года опубликовано в телеграм-канале Октябрьского района. Здесь же подробная информация об условиях назначения пособия и условиях оформления. Также можно ознакомиться с тем, как рассчитать среднедушевой доход для получения пособия на детей от 3 до 7 лет. 8 июля Самарская телебашня включит подсветку в честь Дня семьи, любви и верности, говорится в телеграм-канале промышленного района. На башне появится динамичный логотип праздника. Он отмечается в России с 2008 года. 28 июня президент России Владимир Путин своим указом объявил День семьи, любви и верности официальным российским праздником. Для поддержки абитуриентов Самарской области на территории региона с сентября 2022 года выпускникам 11 классов будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Забрать выплаты смогут выпускники 11 классов, получившие в этом году аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и поступившие в год выпуска в профессиональные образовательные организации или высшие учебные заведения. Телеканал Самара ГИС продолжает конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем и побороться за подарки могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Конкурс продлится до конца июля. Условия просты. Подписаться на группы телеканала Самара ГИС в социальных сетях. Прислать фото или видео поздравления телеканала на электронную почту. Выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во Вконтакте. Подведение итогов конкурса 16 августа. Подробнее об акциях и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова